Хочу отметить, что мое предсказание по поводу провала фильма Бога Бомбетова, да, оно полностью сбылось по поводу фильма Девятаев, с бюджетом, по-моему, в 625,5 миллионов, он за уикенд, и понятно, что это, скорее всего, финансовая цифра, потому что это показательная, он там едва собрал то ли одну шестую, то ли вообще неизвестно какую, проиграв всем, я уж не говорю про то, что он проиграл американскому фильму Гая Ричи, и он проиграл даже древнему властелину колец, получив сборы в 21 раз меньше, чем вот та вот реставрированная пленочка Джексон, причем понятно, что даже этот весьма скромненький сбор Девятаева, он склепан из курсантов, школьников, бюджетников, пациентов, пни, зэков, ну и других лиц, которые просто в силу зависимого беспомощного положения вынуждены под госпропаганду подставлять свои мозги. В общем, в результате, чего ты такое делаешь за лицом? Я просто с интересом прочитала отзывы, действительно, многие, кто сходил, отозвались вполне положительно, там слезы душат, очень трогательно, удивительная история, там масса всего. Но, Александр Глебович, мы уже с вами много раз говорили, ну невозможно сравнивать какие-то, я не знаю, сказки или даже Энтони Хуккинса. Нет, мы просто, Ольга, я не сравниваю, я говорю про то, что вот патриотическая клюква. Вы деньги сравниваете. Она вызвала интерес у 0,27% населения России. И я сожалею, что в режиссерской репутации Бигбамбетова пробита такая незашиваемая дыра, потому что, ну, нефиг было заниматься художественным пропагандонством и ставить на карту репутацию. Потому что, когда вот такой... Вы не верите, что это искренне? Нет, конечно. Что ему действительно понравилась история? Конечно, нет. И когда вот такой надпарижной фанирой свистит какая-нибудь мелочь, которая снимает там 28 космодемьянских, то безразличие публики, ну, можно списать на безликость режиссуры, на кустарщину. Но, как выяснилось, и даже фамилия крупная по российским масштабам режиссера не играет никакой роли, потому что военно-патриотическая тематика не интересна вообще никому, в принципе, в России. Это удивительное открытие, потому что мы же понимаем, что все это пропагандонство, это подгонка к дате. У них там какое-то мероприятие, по-моему, 9 мая. И для вот такого кинца это самое благоприятное, ведь снова звезды приобретают свой рубиновый облик. Это важнейший момент с начала мая, все идет по возрастающей, все в бантах цвета колорадского жука, колясочки ездят со стволами, направленными друг к другу, можем повторить. То есть вот все как бы по бедобесии разворачивается, и наконец-то вот наступает, как я понимаю, у них 9 мая бабах, а вот 10-го уже все кончилось. Магия развеялась. В народных головах совершенно другие пилотки. И вот эту вот идеологически рыжую-черную елку до июня в доме держать никто не хочет. Ее выносят сразу. Вождение проходит, и осыпаются рубины со звезд кремлевских, и звезды над Кремлем становятся такими морскими и начинают шевелиться, напоминая народу об утраченных пляжах Турции. Приходит бессмертный пляж на смену всему. И Сталин воспринимается только в плавках, и только тем, что он своей физиономией напоминает турко-аниматора. И никакой ведь другой основы для идеологии нету. То есть мы видим, что все равно это провал, так или иначе, несмотря на огромность буханных средств. Когда они делают такие фильмы, вот неужели они всерьез думают, что их Зои, их Войны и Миры, всякие, господи, помилуй, могут конкурировать во влиянии и силе с Аватаром или с Джеком Воробьем? Вот они всерьез считают себя конкурентами. Вот культура, да, Коля. У меня просто вопрос. Практически в это же время я просто хожу на работу мимо кинотеатра художественной, на котором прям пишут, что там показывают. И там, когда там написано «Энтони Хопкинс, отец», и в общем все представляют себе, что речь идет о тяжелом, о тяжелой драме, ну и вообще как бы история старения, отношений и так далее. Но люди почему-то идут, потому что «Энтони Хопкинс». Ты знаешь, вообще культура, смотри, да, при всем моем пренебрежении к этому слову, она имеет как бы свой вольтаж, она имеет свой тротиловый эквивалент. И вот Россия, она давно и безнадежно проиграла конкурентную войну с западной культурой. Есть, конечно, набор там юродивых, которые пытаются держаться, но мы видим по тому же писательству, да, ведь Прилепин с концом имеет не только внешнее сходство, он имеет и внутреннее тоже сходство. И он хороший показатель этого конца литературы, культуры. И современная российская культура, она просто не существует, ее нету, у нее нулевое влияние, потому что вот именно влияние определяет силу культуры. Когда я говорил про Моргенштерна, я понимаю, что те люди, которые сегодня что-то устраивают для молодежи, вообще не имеют ни малейшего понятия о том, что такое молодежь. Оля, у них нет в головах ни Ленина, ни Сталина, у них нет даже Венедиктова, у них нет и меня, и вас, Оленька, тоже нету. Там все настолько чужое, непонятное, незнакомое, не имеющее никаких точек соприкосновения того, что понятно нам, что любые деньги, любые усилия ничего не изменят. И вот думать, что с помощью этой нафталиновой старой культуры что-то можно повернуть, на что-то повлиять, да, сейчас, как ни странно, все эти Пушкины и все эти, господи помилуй, они сейчас могут быть вбиты только дубинками. Когда-то все эти Руслан и Людмилю были веселые новации, да, и шли на ура. Но они отработали, они уже ушли, и это подтверждение того, что поэзии, пластам культуры надо давать умирать своей смертью, а не делать из нее идеологию и не тащить ее в какое-то будущее, где, в общем, ей места нет. А вот реальной культуры нет. Вот реальная культура в другом. Вот что такое марсоходы, они понимают, они знают. Кстати говоря, вот я удивляюсь, почему, собственно говоря, эти жадины в НАСА не дадут в Россию несколько хороших панорам Марса, и можно было бы где-нибудь на региональных правительствах, на комитетах по благоустройству поставить пленочку, которую снимает НАСА-вский марсоход на рассмотрение. И тут же люди из комитета по благоустройству, да, они скажут, что вот, конечно, мы видеообзор региона, да, не решен вопрос с автобусными остановками, мы это знаем. И вот здесь бы хорошо, конечно, горочку, детскую площадку, но вообще надо ставить вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств по озеленению, потому что так жить нельзя, да. А вот у молодежи этого марсохода гораздо больше в голове, чем у тупорей из региональных правительств.